Двойные удары в традиционной технике ушу Здравствуйте! Двойные удары в традиционной технике ушу Это начало формы Двойной удар локтями назад Возможно ли реальное применение именно этого движения из формы? Сразу взять и ударить двумя локтями стоящего сзади человека Двойной удар кулаками вперед Я считаю, что это движение в форме тренировочное Потому что представить себе бой, где вы бьете двумя кулаками Потом оттягиваете и опять бьете двумя кулаками Сложно В боксе, допустим, такого нет Обычно одна рука бьет, вторая заряжается Одна защищается, вторая в этот момент атакует Руки работают по очереди Это быстрее и надежнее Двойной удар Хорош тогда, когда у вас в руках есть какое-то оружие Вот тогда вы бьете вперед двумя руками И забираете обратно две руки Есть варианты удара пальцами Есть вариант толчка ладонями двойного Есть вариант фронтального шага вперед с двойным боковым ударом Но это все тренировочные движения В чистом виде они практически неприменимы Также я хотел, чтобы кто-нибудь объяснил Возможно ли чистое применение вот такого вот движения из традиционной формы ушу Где идет подхват, поднятие И с переступом двойной рубящей ладонями сверху вниз Вверх, разворот И удар вниз Хотелось бы посмотреть на тех умельцев Которые смогут показать Как в чистом виде этот прием из формы применяется Также посмотрите, какое движение из традиционного ушу Тренировочное, как я считаю, существует Уход от прямой линии в сторону И двойной удар кулаками сбоку Получается, что один кулак бьет в лицо А второй в затылок Но при этом мы еще опускаемся в шаг лошади То есть садимся вниз Так что может быть будет удар не в лицо и затылок А в грудь и позвоночник Возможно ли в чистом виде применение этого приема? Я, честно говоря, даже в кино такого не видел Вообще хочу сказать Что традиционные формы Они ведь появились далеко не сразу Сначала были только отдельные приемы Потом эти приемы Связывались в связочке из двух-трех движений И только затем создали длинные формы Для тренировки техники И, соответственно, сегодня нам надо Выяснить из этих форм традиционных Где приемы-то? Понимаете? В формах много движений Которые подходят для работы с оружием А не для чистого рукопашного боя Поэтому с формами надо долго и внимательно разбираться Для этого надо идти к специалистам А не слушать шарлатанов с ютюба Конечно, всегда найдутся вантюристы Которые будут утверждать Что в формах традиционного ушу Готовые боевые приемы Это не так Это все тренировочные заготовки Из которых потом, возможно, получится сделать боевые приемы Если у вас для этого хватит мозгов Поэтому искать применение в чистом виде Техник из традиционного ушу в чистом виде не надо Воспринимайте это как тренировочные базовые упражнения Которые крайне необходимы От них не надо отказываться Но думать, что вот эта техника Она сработает Если вы просто тренировали формы И все, нет Все надо ставить на парную работу Надо подключать мозги Если они есть И это надо, конечно, не в ютюбе искать А идти искать хорошего учителя Хорошего специалиста Настоящего Не того, который нарядился в костюм И назвал себя мастером А того, кто действительно знает и умеет Это не так просто, дорогие мои Желаю вам успехов в поисках учителя Всего хорошего